Коллеги, второй доклад. Эндоскопическое лечение ранних раков желудка. Презентация клинических случаев. Олег Борисович Ткаченко и Арбашова. Здравствуйте. Дорогие коллеги, здесь в сегодняшней презентации поделимся неким своим опытом и соображением о таких, ну, скорее не эндоскопических, а общемедицинских, скорее проблемах именно этой тематики. Ну, условно, все вы слышите, часто на конгрессах постоянно звучит лечение раннего рака. Это модно, это актуально, только эта тема, только, скажем, при ранних формах мы добиваемся действительно каких-то удающихся результатов. Однако в жизни там на самом деле не так часто мы и видим эти ранние раки. Это такая, все время кажется, это где-то, но не у нас. Ну, вот хотелось бы с терминологией, потому что на самом деле термин не совсем очевидный. Что такое ранний рак? Это, по сути дела, Т1, Н, и неважно, какой Н или М. Это может быть с метастазами хоть в голову, но, тем не менее, это считается ранний рак. Что касается актуальности, ну, не надо объяснять, всем понятно, что чем более ранняя форма, тем лучше выживаемость этих пациентов. И на сегодняшний день, вот как не раз уже японские наши коллеги, когда приезжают, говорят, хирургия, по большому счету, уже добилась своих максимальных успехов. Идет только борьба с оптимизацией времени, уменьшение осложнений. Однако свой предел достигла, и наоборот, сейчас идет тенденция к тому, что все более экономно оперировать, уменьшать объем лимфодисекции. И чтобы прийти к показателям, то есть, как вы видите, T1, вернее, стадии, безусловно, оно нужно выявлять ранние формы. Почему их так мало-то? Ну, скринга программ нет. Это понятно, даже не буду обсуждать, это, надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем, но перспектив пока этого нет. Да, есть проблема с оснащенностью эндоскопическим, это, безусловно, помогает выявлять. Однако, с другой стороны, и в 70-е годы в Японии было большое количество ранних раков, а в России по сей день, когда уже в видеооборудовании экспертного уровня стоит много, где все равно их нет. Скорее, проблема все-таки заключается вот в этих двух показателях. Это недостаточная квалификация эндоскопистов, все-таки есть такое, мое любимое выражение, то, что мы видим, то, что знаем. И отсутствие, на мой взгляд, стадирования на декоративном этапе, о чем мы поговорим сейчас позже. Вот, собственно, как может выглядеть-то ранний рак? Да как все что угодно. Он может быть как полиповидные формы, хотя здесь ранний рак, граница вот здесь расположена. Как некоторое небольшое, слегка выступающее образование. Ну, полиповидная форма, это наиболее очевидно. А может быть, как эрозия, совершенно не отличающаяся от обычной эрозии при эрозийном монтральном гастрите. Или вот здесь тоже такая же эрозийная форма. Понятно, что если вот такое полиповидное образование эндоскопистное ходит, он не пройдет мимо и возьмет биопсию. Однако, будет ли он брать биопсию из вот такого образования в виде эрозии снадатной? Скорее всего, нет. Чаще всего, не будет. Что должно его натолкнуть на мысль, что все-таки надо взять биопсию и, по крайней мере, попытаться верифицировать, не пропустить подобное образование. Ну, вот, пожалуй, самое главное на сегодня с точки зрения диагностики – это эндоскопия высокого разрешения. Это единственный метод, который действительно статистически значимо доказал, что повышает выявляемость новообразования. Ну, помимо этого, уже давно используемые, уже много лет, десятилетия даже, хромоскопия – элементарный дешевый метод, однако требует каких-то элементарных энергетических затрат. Из-за этого до сих пор так и не нашел, и, наверное, уже не найдет, мне кажется, практического применения в нашей стране. Что современное оборудование нам позволяет? То, что вот эта хромоскопия, которую все так очень не любят делать, трудоемко, потому что надо оросить, помыть перед этим, убрать излишки краски. На сегодняшний день, ну, вот есть, например, успектральный осмотр, когда стоит светофильтр в видеоцентре, фильтрует определенную длину волн, и нам это позволяет получать картинку более четкую от сосудистой структуры стенки. И это буквально нажатием кнопки на рукоятке эндоскопа мы получаем картинку, когда мы можем увидеть небольшое образование, оценить его структуру, и из этого уже строить какое-то предположение о гистологическом диагнозе, по крайней мере. В данном случае, как демонстрация тоже, антральный отдел желудка, здесь, поверьте, даже эндоскописты опытные в большинстве случаев ничего не заметят, однако вот здесь находится карцинома. При более приближнем приближении и включении вот этого узкопектрального цвета мы здесь видим нерегулярный рисунок стрифлизистый. Если посмотреться по периферии, более-менее упорядоченные вот эти ямки желудочных полей, в то время как здесь их нет, а также утолщенные и такие оборванные сосудистые ветви. Здесь два из трех признаков рака. В принципе, уже глядя на эту картинку, скажем, в Японии, по крайней мере, даже биопсию бы не брали, уже диагноз понятен. Вот я уже заикнулся о критериях. Как же нам выявить, собственно, где рак, где не рак? Есть три основных, касательно желудка, по крайней мере, три критерия. Это исчезновение рельефа слизистой оболочки, типичный для желудка, нерегулярный сосудистый рисунок и демаркационная или отграничивающая линия. Ну вот, опять-таки, как случай, пациентка полтора года ходила в разные учреждения на гастроскопии, в том числе в профильных была, в онкологических учреждениях. Ей было выбрано в общей сложности семь гастроскопий за полтора года. Все время ей лечили эрозивный эзофагит, эрозивный гастрит. Однако вот в этой зоне, если взять преувеличение, не знаю, насколько эта передача позволяет или нет, тут, потому что на мониторе мне видно хорошо, сбоку, может быть, не очень. Но здесь четко видна вот эта демаркационная линия, отсутствие рельефа слизистой оболочки, которая типична для желудка. Соответственно, баллок на биописе и получили аденокарциному. Ну и то, что я уже сказал, уже отсутствие регулярного рисунка, когда каждая петелька капилляра должна огибать ямку железы. В данном случае такого нет. Здесь он явно утолщенный и являются какие-то оборванные петли. Также признак неопластического процесса. Но из кого же брать на эндоскопическое лечение? Мы, по сути дела, перенимаем опыт наших более опытных коллег, безусловно. Это, в первую очередь, докладательный мод Японии в эндоскопии, самый большой опыт лечения. Мы взяли для себя расширенные показания японского гайдлайна по лечению рака желудка, в котором, собственно говоря, для эндоскопического лечения годятся дифференцированные типы любых размеров внутрислизистой раки, если не имеют изъявления. Если есть язвенный дефект, то не более 3 см. Если инвазия в последний слой, также не более 3 см, при этом инвазия в последний слой только верхняя часть, не более 500 мкм. Если же не дифференцированные типы, то только внутрислизистые формы, безусловно, с чистыми границами после удаления, без инвазии в сосуды, и неязвенные формы менее 2 см. Именно эти формы мы и рассматриваем как кандидатов для эндоскопического лечения. Есть данные, что если мы берем эту группу пациентов, то риск лимфогенного распространения 1,6%, 6 кажется много, но на самом деле, если рассматривать все самые крупные исследования, которые предоставлены, то там обычно не превышает 2%, 1-2%. И 5-летнее выживание пациентов из этой группы от 95% до 98%. Как конкретно у нас происходит отбор пациентов? Что входит в алгоритм? После выявления новообразования, установления фактов злокаченности, выполняется компьютерная томограмма грудной и брюшной полости. Если мы не видим данных за лимфогенное поражение и отдаленные метастазы, и, соответственно, врастание опухолики соседней структуры, то есть ограничено все стенкой, пациентам выполняем эндосонографию, которая уже на основании эндосонографии, вот мы здесь видим это гипоэхогенное образование, подслизистый слой, мы видим сохранный подслизистый слой, таким образом мы можем утверждать о том, что это Т1 образование. Мы можем ошибаться Т1А, Т1Б, но принципиально, технически удаление здесь выполнимо. Поэтому эти пациенты уже тогда рассматриваются как кандидаты на эндоскопическое лечение, уже либо резекция, либо эндоскопическая диссекция в подслизистом слое. Ну и то, что я говорил, еще одна проблема, на мой взгляд, отсутствие стадирования больных с раком желудка. Например, вот на примере конкретного пациента приведу, вообще здесь тоже так же интересна эта проблема эндоскопистов была, все видели только вот этот полип, никто не видел окружающую, огромную опухоль, которая распространяется от кардии до привратника. Собственно говоря, когда он пришел на удаление этого полипа, который они нашли, и только биопсия остановила до врачей, и он был, ну, скажем, направлен уже в онкологическое учреждение, по сонографии, чтобы произошло в обычной ситуации, когда такая площадь. По сути дела, вся малковая кровизна, задняя стенка, передняя стенка, пациент не имеет метастазов, пришел бы он к хирургу. Обычно клинически выставляется статей Т3Н0М0, и пациент идет на операцию. Если же, ну вот здесь эндоскопически посмотрели, ну, вроде как, может быть, оказаться действительно ранняя форма, выполнили эндосонографию, нигде мы не увидели инвазии за пределы подслизистого слоя, везде, вот эта полиповидная часть, везде был сохранный подслизистый слой. Так и здесь утолщенное слизистое, однако подслизистый слой присутствовал на всех полученных срезах. Была выполнена инсекция, да, такой достаточно героический случай, когда вот огромный объем слизистой был иссечен, и вот вы не поверите, но это оказалось внутрислизистый рак при таких размерах. Вот препарат, превышающий 14 см. И всегда, когда такие подобные случаи показываем, всегда вопрос, а что происходит потом с желудком? На самом деле, вот видите, энтральный отдел, в котором также была, это вся зона была сечена, здесь плоский рубец, и есть деформация в теле за счет подтягивания большой кривизны к задней стенке. Однако, ни клинических, ни рентгологических признаков нарушения эвакуации у пациента нет. Таким образом, ну, жизнь покажет, травмы были или нет, однако пациент на сегодняшний день покормится своим желудком. Что касательно методов удаления, ну, принципиально есть всем хорошо известный такой старый, закомендовавший себя способ, петлевая резекция слизистой оболочки, когда подкалывается рассор, гидроприпаровка, и дальше накладывается петля. Как модификация удаления с клопачком, однако любой из этих методов годится только, когда образование очень небольшое, когда мы можем при наложении петли четко контролировать все края. Это возможно только в ситуации, если образование не превышает одного сантиметра. Что бывает на самом деле достаточно редко, и плюс ко всему оно должно хорошо подняться в виде такого холма, только тогда можно адекватно выполнить это удаление. Ну, и что чаще всего бывает при петле? Петля соскакивает под край образования. Вот мы получаем потом гистологический препарат. Как его оценивать? То ли это положительный край, а морфологи скажут, что это положительный край. То есть мы должны что, оперировать пациента или нет? Если соскочило вообще на образование, мы удаляем пофрагментарно. Оценить потом радикальность удаления по плоскости вообще не представляется возможным. Мы могут оставаться участки вообще неудаленные, которые мы просто не заметим на фоне коагуляции. Поэтому по большому счету методы резекции нами практически на сегодняшний день не рассматриваются, как вариант удаления злокачественных на образовании, то, как доброкачественные годятся. Мы выполняем эндоскопическую диссекцию в подслизистом слое. Но что он из себя представляет метод? В данном случае на образование в антральном отделе. Также, кстати говоря, запросто можно принять за обычный эрозийный процесс, тем более, что и обычные эрозии здесь тоже присутствуют в этом желудке. После определения границ в узком спектре выполняется маркировка. Ставятся такие коагуляционные метки, отступя от края образования, ну там не менее чем на 5 мм. Поменьшаем самообразование, дабы потом в полу борьбы случайно не пройти через него. И отступя от меток, еще хотя бы там не менее 5 мм, выполняем инъекцию инъектором, или в данном случае это гибридным ножом. Производим подъем слизистый за счет введения растворов под слизистый слой и рассечение слизистой оболочки циркулярно вокруг самого образования. То есть поэтапно выполняется и каждый раз поднимая слизистую, тем самым обеспечивая безопасность. Как снижает риск кровотечения, так и получение электротравмы мышечного слоя, ну в желудке может быть менее актуально, но там в кишке или в пищеводе это действительно имеет принципиальное значение. Ну и таким, в общем-то, нехитрым способом выполняется полностью циркулярный разрез. Далее, когда он выполнен, уже эндоскоп, по сути дела, совыводится в подслизистый слой между образованием и мышечным слоем, и по нижней третьей подслизистой выполняется отсечение самообразования. Ну здесь, так может быть, наиболее просто понятный, наглядный вариант, когда некий кровотечений подслизистой хорошо выражен, не всегда это так, бывает в фиброзе, подслизистый слой тонкий, много сосудов, из-за этого операция затягивается. Ну в данном случае слой виден хорошо. Завершающий этап, собственно говоря, подслизистой диссекции, когда отсекается уже последний лоскут. И, собственно, как видите, преимущество операции в том, что мы можем любой размер, любую конфигурацию опухоли выбирать моноблочной, единым блоком. То, что для этого демонстрировал тот огромный лоскут, также было моноблочное удаление. Соответственно, мы можем получить адекватный материал для дальнейшего исследования, и вероятность местного рецидива значительно меньше. Ну вот дальше, пожалуй, на самом деле, очень часто как в хирургии, так в эндоскопии, так ментально, наверное, на этом кажется, что все закончилось. Ничего подобного, на самом деле, все только начинается. И самое главное в дальнейшем, оказывается, не удалить. То есть на первом этапе это представляло сложности, однако в дальнейшем сложность появилась в другом. Как нам оценивать этих пациентов, как правильно простагировать, не ошибиться. И здесь очень много нюансов, которые, по сути дела, у нас в стране не являются какими-то общепризнанными. Мы обязаны сразу сами после удаления расправить препарат, зафиксировать шоколеплоскую форму, чтобы была нормальная предпринимательная нарезка. Если мы, как раньше всегда, просто в банк с формалином этот лоскод положим, мы никогда не получим нормальных срезов, соответственно, вероятность ошибки будет крайне высока. Нарезка должна осуществляться с шагом не более 2 мм, это по стандарту, по японскому стандарту. И самое, наверное, сложное – это добиться понимания у морфологов, чтобы они оценили все те критерии, которые нам нужны. По большому счету, из всей тех записей, которые они очень часто пишут, целый абзац, мне почти ничего не нужно, однако нередко, когда нужные факторы оказываются абсолютно неосвещенные. И мне нужно, чтобы было написано, например, аденокарцинома желудка, степень дифференцировки G2, инвазия, мускуляризм мукоза, то бишь третий слой, третий слизистый слой. Если это подслизистые инвазии СМ, степень мукоза инвазия, надо обязательно писать глубину в микронах. Дальше инвазия в кровеносные сосуды, в лимфатические сосуды, в латеральный край отсечения 0, то есть чистый край, вертикальный также чистый край. Потому что запись о том, что края вне опухоли, мне зачастую, ну, вне опухоли хорошо, а если написано край положительный на опухоль, какой край? Если это вертикальный, это пациент должен подвергаться хирургическому вмешательству. Если это горизонтальный и это внутрислизистый рак, то, соответственно, можно выполнить повторное эндоскопическое исчечение. Ну и то, что вообще трудно добиться от морфологов, это именно тщательного осмотра препарата на предмет лимфовускулярной инвазии. Это самый, наверное, пожалуй, важный фактор при удалении, как в данном случае, артерия, вена, ну и лимфатический засуд с опухолевым эмболом. И хотя в данном случае было радикальное эндоскопическое удаление, по критериям при обнаружении такого эмбола, понятно, что риск появления лимфогенного метастазирования 25, а то и 40 процентов, в смысле, разные авторы дают свои цифры. Ну, касательно наших результатов. Вот у нас мы насчитали 109 случаев диссекции по поводу злокачественного образования желудка. В основном это аденокарциномы, было 12 случаев перстонеклеточного рака. Практически все единым блоком, вот всего два случая у нас было по фрагментарному удалению, это когда образование располагалось в пилореческом канале, и мы, ну, не сразу, скажем так, научились справляться с этой проблемой, поскольку развернуться на инверсию в луковиденцеперстной кишке сложно, выполнить там истечение. Ну, на самом деле, последние уже такие варианты мы уже отсекали моноблочно. Т1А у нас было 60% всех случаев, подслизистая инвазия наблюдалась уже в 40, радикальных, видите, 90%. В 98 случаях это было радикальные. Перфорации, вот в 8 случаев, в 7% всего, отсрочные крючения были в 3, в основном это при больших зонах, зонокардии особенно, структуры у 4 пациентов, когда иссякалось более 2 третей в пилореческом канале, требовалось эндоскопической коррекции. Ну, вот рецидивы. 5 было местных рецидивов. В 2 случаях это, собственно говоря, когда была пофрагментарная. Ну, тут, скажем так, наверное, была ошибка и морфологов в нескольких случаях, когда давали, что это R0 резекция. В некоторых случаях это мы изначально знали, что это было пофрагментарное, однако, но надеялись, что убрали все. В 5 случаях оказался местный рецидив, они были подмерзены хирургическому вмешательству. Прогрессия у двух пациентов. Эти 2 пациента относятся к группе нерадикально прооперированных, однако в силу разных причин, если не ошибаюсь, они оба были не кандидаты по соматическому состоянию на оперативное вмешательство, оставили они были под наблюдение. У обоих пациентов была именно лимфоваскулярная инвазия, был эмбл опухолевый в лимфатическом сосуде, хотя опухоль была убрана в пределах здоровых тканей. Что касательно кровотечений, все как интероперационные, так и послеоперационные останавливались эндоскопическим клипированием, и интероперационные кровотечения – это проблема для, безусловно, эндоскописта, для хирурга, однако послеоперационные, как правило, если она не массивная, проблем также не составляет. В 2 случаях, правда, у нас было тяжелое кровотечение, требующиеся гемотрансфузии. Что касательно перфораций, то в желудке, на мой взгляд, перфорация вообще не является какой-либо проблемой, мы давно, собственно говоря, не забиваем себе голову этим осложнением. Они, как правило, при диссекции не превышают размеров больше 1 см, а такие размеры ушить обычными гемотрансфузскими клипсами не представляют труда. И ни одного пациента при перфорации в желудке, в отличие от кишки, никаких проблем не было, все проведены консервативно. Что касательно структуры, как извлекнулся в основном, это касательно привратника, когда циркулярно или субциркулярно иссякалось образование. Вот здесь видите границы рубца, практически весь привратник ушел, расставлен, была небольшая полоска по малой кривизне. В ближайшие полгода после этих операций они вынуждены ходить к нам регулярно на баллонную дилатацию, однако через полгода все компенсируется и никаких признаков уже стеноза нет. Но наблюдение после операционного периода стандартное. Здесь пациенты первый месяц получают противоязвенную терапию. Здесь не написано, что через месяц мы делаем контроль на предмет, зажила язва, не зажила. Если зажила, мы отменяем противоязвенную терапию, не зажила, мы ее продлеваем еще на 2-3 недели, но в зависимости от случая, конечно. Но в дальнейшем они наблюдаются с первого года каждые 3 месяца, гастроскопия, ШКТ каждые 6 месяцев, дальше переходим на полугодовой цикл, ну и дальше раз в год до 5 лет. Но выводы не буду зачитывать, но мне представляется, что если бы мы в большей степени уделяли внимание диагностике, больше бы имели таких случаев, наверное, все-таки и выживаем и выживаемость была и инвализация упала бы у наших пациентов. Так что в основном наше направление должно быть связано с диагностическим этапом, на мой взгляд. Спасибо. Олег Борисович, в начале своего доклада вы... Прошу прощения. Спасибо вам за хороший доклад, очень презентабельный и, как обычно, очень зрелищный. Хотел спросить, в начале своего доклада вы упомянули о термине раннего рака и из вашего спича я понял, что вы упомянули отдаленные метастазы у пациентов с минимально местным распространением первичной опухоли. Относите ли вы этих пациентов к ранним ракам желудка и какую тактику применяете? Я не зря упомянул именно этот термин, потому что терминологически, если быть корректным, это ранняя форма рака. Другое дело, что, конечно, они вытащатся уже... Ну, здесь надо каждый случай индивидуально говорить, что это единичный метастаз в печени, опять-таки, либо это диссиминация процесса, химиотерапия. Но формально это ранний рак с метастазом. Наличие одоленого метастаза при раке желудка не является ранним раком и не подлежит, скажем так, активной хирургической тактике, по крайней мере, по всем стандартам. Безусловно. Ну, тогда он лечится согласно своей стадии. Спасибо. Продолжение следует...